Надежда Мурлынова открывает кран с водой на кухне. Для горожан дело обычное, а для жительницы Калинового озера – целое событие. Теперь вот, пожалуйста, в любое время я подхожу, вода у нас в кране течет и холодная, и горячая. Зато у нас вечно стояли емкости с водой, все везде было заставлено, накопительная система была. А теперь я не переживаю в любое время. Еще совсем недавно вода в дома сельчан поступала из горных источников по совхозному водоводу, который давно пришел в негодность. Летом всего на несколько часов, зимой и того хуже. Для подачи на второй и третий этажи напора воды вообще не хватало. Теперь ситуация изменилась кардинально. Сейчас в Калиновом озере к центральному водоводу подключены все многоквартирные дома. В скором времени от этой сети смогут запитаться и частные подворья. Все дружно взялись за это дело, эту проблему наконец-то мы решили. Сейчас людям остается идти в водоканал, брать бесплатно техусловия, и можно также подключаться уже к частному сектору. Но самое важное, чтобы вода сейчас есть в школе, в садике. По наказам избирателей строят и новые детские площадки. Депутаты находят деньги на ремонт дорог и тротуаров. Но главная задача, которую сейчас решают народные избранники, это газификация сел Кудепстинского сельского округа. Воронцовки, Ларионовки, Калинового озера и Хлебороба. Проектная документация уже в работе. Усилиями депутатов была отремонтирована сельская библиотека в Калиновом озере. Закуплена оргтехника. А вот Дом культуры в селе Хлебороб только ожидает ремонта. Депутаты нашли средства на обновление фасада и замену окон. На очереди кабинеты и инженерные сети. Избиратели говорят, что их жизнь все больше приближается к городской. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.